Мы продолжаем наш сериал про продукты для женской красоты, и сегодня мы с вами выясним, какие аминокислоты нам нужны. Их существует более 20, но есть 5 особенно важных аминокислот для женской красоты и здоровья. Они улучшают рост волос, снижают риск ранней седины, замедляют появление морщин, делая кожу гладкой и сияющей. Причем это незаменимые аминокислоты, они не вырабатываются в нашем организме, а только поступают с определенными продуктами. Что это за аминокислоты и, главное, в каких продуктах их содержится больше всего, сейчас все узнаю у нашего эксперта. Анна Коробкина, врач-нефролог, врач-диетолог. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Что же это за 5 незаменимых аминокислот для женской красоты и здоровья? Для нашей молодости очень важны такие вещества, которые называются антиоксиданты. Свойствами антиоксиданта обладает аминокислота, которая называется таурин. Которая в энергетиках. Ну, вообще она сейчас модная, она не только в энергетиках, много где про нее пишут. Источником аминокислот, в общем-то, да, как и всех остальных, являются белковые продукты в первую очередь. Но вот источником таурина, например, являются рыбы и морепродукты. И креветки, и гребешки, и мидии различные. Значит, креветки – это энергетик? Просто у таурина есть такое свойство, да, он повышает энергетическую активность клеток, способствует быстрой регенерации и может использоваться даже и в кардиологии, например, да, в период восстановления после принесенных сосудистых заболеваний. То есть таурин полезен для нашего сердца и для нашей молодости? Таурина – это аминокислота, которая обладает свойствами антиоксиданта, то есть она является детоксикатором, это первое. Второе – печень связывается с желчными кислотами, способствует эмульгированию жиров в кишечнике. То есть тоже такое полезное свойство, да, избавляет нас от лишних неполезных жиров. То есть может снижать холестерин, ну или хотя бы держать его под контролем? Да. И, я так понимаю, снижает вот этот оксидативный стресс, то есть токсины выводят из организма? Да, 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 все верно. Прекрасно. Помогите мне положить креветочки. А еще вот эти, гады. Гады? Вы мне гадов рекомендуете поесть? А, да, я думала, мы с вами подружились. Анна, какая следующая аминокислота? Давайте поговорим про пролин. Он хорошо влияет на регенерацию тканей и хочется со соединительной ткани. В частности, например, он необходим для формирования коллагена, но все знают, что коллаген, да, он необходим для красоты кожи. И для суставов. Да, пролин – это важная аминокислота в этом плане, и содержится она в большом количестве белковых продуктов, но особенно давайте выделим яйца. Что ж, давайте поможем нашему организму. Нам нужен пролин для... Для коллагена. Для суставов. Да. И для молодости кожи, чтобы не было ранних морщин. Да, коллаген это. Прекрасно. Следующая аминокислота. Третья. Лейцин. Лейцин. Необходимо для тонуса мышечной ткани. Для ее построения участвует в регуляции жирового обмена, поскольку она участвует в синтезе соматотропного гормона. Это гормон роста. Гормон роста, да, соматотропный гормон, это еще можно назвать его гормоном похудения. Так, то есть это, я так понимаю, аминокислота прям для спортсменов. Она обязательно входит состав, да, ну, таких вот добавок от BCAA, например, вы про них слышали. Я принимала BCAA, когда вот только начинала заниматься, у меня были очень сложные нагрузки, и мне сказали, что быстрее восстанавливаться, нужно пить вот эти BCAA-шки. Это вот туда входит лейцин. Да. А оказывается, я просто могла есть какие-то продукты, например? Любые белковые продукты. Например, колбаса? В общем-то, да. Правда? Но там же мясо, да, и соя. Впервые за мое участие в этой программе врач сам мне сказал, что можно взять колбасу. Какая вот ваша колбаса любимая? Сырокопченая. Докторская? Докторскую тоже могу. Ну, раз доктор может съесть докторскую, значит, и Алена, доктор24, сможет съесть докторскую колбасу. Следующая аминокислота? Следующая на очереди у нас аминокислота «Спокойствие». В переводе означает «как сладкий», потому что, да, как и сладости способна вызвать умиротворение кокой. Шоколадная аминокислота, наконец-то! Это глицин. Глицин, он способен, во-первых, улучшать, да, проведение нервных импульсов и, в общем-то, улучшать память, когнитивные способности организма. И почему ее, в общем-то, можно отнести к аминокислотам к красоты и здоровью, и молодости даже. Потому что, ну, какая молодость, если ты все ходишь и забываешь. Конечно, забыла масочку для лица сделать, забыла масочку для волос сделать. А глицин поможет тебе об этом вспомнить. Так, что мы возьмем? Орехи. О, давайте возьмем грецкие орехи. Давайте. В качестве источника глицина. И последнее, но не по важности, пятая аминокислота. Да, она, где только не участвует аминокислота метионин, она и участвует и в обмене жиров, и фосфолипидов, и гормонов, и участвует в процессе детоксикации организма. Но и, что касается красоты, участвует в выработке пигмента в волосах. И в каких продуктах она содержится? Она содержится в белковых продуктах, как всегда, да, по классике, в сои в том числе. И вот, например, в молоке. Так, а все равно какое молоко? Растительное или обычное молоко по жирности? Все равно какое? Молоко по жирности все равно какое. И молоко, если растительное, то соевое. Эти аминокислоты на самом деле содержатся, как я поняла, в принципе, во всех белковых продуктах. Все эти пять штук, что мы назвали, находятся и в яйцах, и в морепродуктах, и в молоке. Все вместе. Что ж, важно, чтобы они, в принципе, присутствовали в нашем рационе и сохраняли нашу красоту и молодость. Анна, спасибо вам большое. Спасибо. Будем красивы и молоды. И здоровы, конечно же. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok